Всем привет! И сегодняшнее видео я делаю совместно с мужским каналом Владимира Шамшурина. Здесь все, что вы так любите, никакой воды, только практика и реальные жизненные ситуации. Пожалуй, это единственный канал, на котором в свободном доступе даются реальные техники общения с девушками. Техники все рабочие, такие обычно продают только на специальных тренингах, поэтому кто с каналом еще не знаком, обязательно заходите, смотрите и пользуйтесь на здоровье. И, кстати, там же вы найдете наше совместное видео по той же теме, которая заявлена в названии этого видео. То есть здесь я делюсь как бы женским взглядом на проблему, а Владимир вам уже как мужчина расскажет, чего же ни в коем случае нельзя делать в общении с девушкой. Все ссылки я оставлю в описании под видео и на канал Владимира, и на наше совместное видео. Также эти ссылки вы видите здесь. Ну, а я предлагаю начать. Итак, вы никогда не понравитесь девушке, если... Практически все мы делаем одну и ту же ошибку, когда встречаем человека, который нам очень сильно нравится. Мы буквально из кожи вон начинаем лечь, чтобы завоевать его симпатию в ответ. И если вы думаете, что эти ваши попытки и старания незаметны, то спешу вас разочаровать. Если вы буквально уже на первом свидании пытаетесь сделать все возможное и невозможное, чтобы удержать внимание девушки, то я думаю, что у вас получится как раз-таки обратный эффект. После всех этих ваших маневров девушка поймет, что вы именно тот мужчина, который готов ради нее на все. И ох, как девушки любят упражняться в собственном великолепии с теми мужчинами, которые вот именно борются за ее внимание. Для любой девушки это истинное удовольствие помучать такого мужчину надеждой, но не больше. Ну зачем вы так неуклюже боретесь за ее одобрение? И в результате не вы принц для нее, а она принцесса для вас. Пусть она борется за ваше внимание и ваше одобрение. Ну а как это сделать, вам расскажет Владимир. Переходите потом, после того, как закончите смотреть мое видео, обязательно по ссылке, которую я оставлю в описании. И он более подробно расскажет, раскроет эту тему. Ну а я перехожу к следующему пункту. Второе. В большинстве своем девушке не любят, когда принятие решений мужчины перекладывают на нее. Ну, например, куда ты хочешь сходить, что ты хочешь посмотреть, что ты хочешь поесть. То есть, вот лучше один раз узнаете у нее о всех ее пристрастиях, что она любит, что она не любит. И далее сами принимаете решение, каким образом лучше всего вам организовать ваше свидание. Но вообще так, по секрету, не важно, куда вы ее отведете, важно, с кем она пойдет. Если вы как раз окажетесь тем самым мужчиной, о котором я говорила выше, да, то есть если вы будете принцем для нее, то, в принципе, ничего не поменяется от того, куда вы ее отведете. Третье. Не пытайтесь рассказывать женщине о своих проблемах. И тем более упоминать какие-либо истории, которые могут связать в ее голове вашу фигуру. И такие понятия, как неуспех, неудача, лузер воедино. Пусть держитесь от этого. Да, знаю, многие мне уже возражали когда-то, что, мол, куда подальше. Пусть идет та девушка, бесчувственная, бесчеловечная, бессердечная, которая не сможет поддержать меня, выслушать в трудную минуту и разделить мои беды. Но моя логика, поймите, она очень простая. Нельзя жаловаться тому, кто тебя слабее и кто находится под твоим покровительством. Это все равно, что мать придет к своему, не знаю, пятилетнему сыну и начнет рассказывать о своих проблемах. Скорее всего, это вызовет у него только страх и тревогу. И он наверняка расплачется. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваша женщина тоже была встревожена и напугана, и вообще непонятно, что дальше за этим последует, то воздержитесь от подобных идей, жаловаться и ныть. И несмотря на все наши с вами споры, все-таки традиционная женщина, она, именно традиционная, я думаю, другие вас не особо интересуют, она хочет видеть в мужчине опору и рассчитывает на него в любой ситуации. Но даже если ваша девушка принимает вас очень охотно со всеми вашими соплями и слезами, то не удивляйтесь, что через какое-то время она перестанет воспринимать вас как мужчину, но будет любить вас как сына. Да, я знала такие пары, в которых женщина теряла сексуальный интерес к своему мужчине, потому что была вынуждена взять на себя роль матери, а не жены и любовницы. Так что подумайте хорошенько, прежде чем жаловаться и ныть. Лучше пусть вы будете для нее супергероем и сверхчеловеком. Ну, в общем-то, это мой взгляд на какие-то такие ошибки в поведении мужчин с женщинами, которые мы, девушки, вам вряд ли простим. Ну, а продолжение темы, я напоминаю, вы найдете на канале Владимира. Ссылку я оставила уже в описании под видео. Владимир даст вам ценные рекомендации, и ко всему на канале вы найдете и другие интересные видео с живыми примерами. Думаю, уже через неделю после просмотра канала Владимира вы заметите ощутимые изменения в вашем общении с женщинами. Мужской канал, это, кстати, один из немногих каналов, которые я смотрю лично, потому что, во-первых, он полезный, а таковых на ютюбе вы знаете сами не очень много, но я знаю ваши интересы, ваши пристрастия, уверена, что и вам он пригодится. Думаю, что уже через неделю просмотра мужского канала вы поднимите качество своей жизни на новый уровень, наполните свою жизнь красивыми девушками, возможно, кто-то найдет ту одну-единственную, но в любом случае счастья вам прибавится. Кстати, у Владимира недавно вышла книга, возможно, вы заинтересуетесь. Ну, в общем, все ссылки в описании под видео. Заходите, смотрите продолжение, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. И да, кстати, те девушки, которые все-таки смотрят мой канал, помогите продолжить мне список, который я начала в этом видео. Напишите в комментариях, а что вам не нравится, когда мужчина делает по отношению к вам. Или давайте даже так, чтобы все-таки закончить видео на, так скажем, позитивной ноте. Напишите лучше, что вам нравится, когда мужчина делает по отношению к вам какие-то качества, может быть, поступки, что-то, что вас восхищает и что-то, что поможет нашим дорогим мужчинам быть для вас принцами. Ну и, собственно, на этом все. Пока-пока. Скажу, что у меня цель моих тренингов вообще и моей философии, она гораздо более высокая, наверное. То есть она в том, чтобы каждый из вас нашел себе любимую девушку. А то он сейчас передо мной не делал. Да, да, да. Чтобы каждый из вас нашел себе свою любимую девушку, вот, женился на ней, там, создал семью и так далее. То есть чтобы из сотен других, которые ходят по улице, вы могли выбрать свою и, соответственно, не пропустить ее, увидеть, подойти к ней, не засать. Продолжение следует...